Я превращаюсь в халка. А, кстати, да. Здесь же фрикс крутые. Смотрите их. 24 на 7. Смотрите за ними. За ними тоже. Миш, тут ко всем пристаю с одним вопросом. Мало кто знает, но ты наверняка знаешь. Ну, конечно. На каких критериях основывается твое решение о выдаче черного пояса? Смотри... На каких качествах может быть? Критерии следующие. На самом деле мы знаем все, что пояс не награда. Любой тренер, профессор, который дает любой вообще пояс, тем более черный, достаточно долго рассматривает целый ряд критериев. Кто-то больше тренер, кто-то больше инструктор. Это тоже часть работы, это часть игры. Время нахождения, посещения, выступления на соревнованиях. Для каждого человека это целый комплекс. Для меня всегда, конечно, было проще использовать такой критерий в оценке, как соревновательный перформанс. Но далеко не всегда это работает. И могу привести целую кучу примеров. Например, недавно наш товарищ, многие знают этого спортсмена, он очень хороший спортсмен, он очень сильный борец, Артем Петухов. Он получил черный пояс. Не хочу вдаваться в подробности. Безусловно, он заслуживает этот ранг, и он чрезвычайно силен, хороший, техничен. Но я просто помню первый день, мы впервые его увидели, с белым поясом пришел такой крепенький товарищ. Я был на тот момент коричневым поясом, и он попал в условия даже непривычных упражнений для себя, какого-то другого коллектива. Я позволил себе маленькую коррупционную составляющую, потому что у нас было как, когда пасо-поро, если дольше двух минут люди возятся на одном пятаке, оба встают и уходят, занимают новую пару. Так вот он попал как раз на пасо-поро. Не очень привычный для него формат и так далее. Я себе позволил с ним бороться до тех пор, пока кто-то, что называется, не справится. И ситуация такая, мы боролись с ним, вот формально он белый пояс, я коричневый, 9 минут до того, как мне удалось сделать свип, и потом мне в целом повезло, я потом это понял, потому что он обладает феноменальным балансом. Вот тебе, пожалуйста, пример. Белый пояс. Вот такой белый пояс, а он был в тот момент уже там, имел определенные достижения в самбо, в других видах единоборств. Такой человек выйдет и, в принципе, не обладая как таковой техникой бразильского джиу-джитсу, но имея очень хорошее чутье, очень хорошее ощущение борьбы, изумительный баланс, хороший природный качество, силовые, скоростные, он задаст трепку, хорошую даже людям, которые там уже на достаточно приличном уровне находятся в ПЖЖ. Но в этот момент возникает вопрос. Ну, только это ПЖЖ, вот то, что он раскидал там каких-то чуваков, джитсеров, это сразу говорит автоматически о том, что ему нужно дать пояс. Пояс скорее демонстрирует целый комплекс. Да, он справился, хорошо, это одна галочка. Но ты ему говоришь, слушай, чувак, а покажи-ка мне вот свип из этой позиции, с Дип Хавгарда. Он не понимает в этот момент вообще, о чем идет речь. Он просто, используя свой опыт, он не даст, допустим, забраться в эту позицию или сам не полезет в нее. Но технический спектр в данном случае, у него может быть очень узкий. Поэтому человек, который идет к любому рангу, он должен, наверное, выполнить, грубо говоря, в нескольких плоскостях, продемонстрировать определенный прогресс. У всех людей этот эквалайзер выглядит по-разному. Но в сумме на выходе инструктор принимает решение, заметив, что, допустим, у меня критерий очень простой по большинству рангов. Я замечаю в каждом человеке определенные ошибки, какие-то критичные недочеты. Но что интересно, я ему в целом, ему лично об этом не говорю. Я говорю об этом всем. Я могу устроить несколько тренировок. По сути, весь зал будет тренироваться для того, чтобы исправить его ошибки. Когда я вижу, человек исправил вот эти три ключевые ошибки, он переходит в следующий ранг. Ну, там три-четыре какие-то основные. Он просто спрогрессировал. Не требуется никаких, знаешь, великолепных достижений обязательно в соревновательном режиме. Не обязательно быть каким-то монстром в плане тренировать там 100-500 детей. Это тоже важно, но это необязательный фактор. Минус или плюс, что Федерация Бразильского Джиу-Джицу не определяет ничего, кроме временных критериев пребывания в определенном ранге. Поэтому мы тоже блюдем эту штуку, все эти требования. То есть, прежде всего, это временной фактор посещения. Не просто, знаешь, пришел, получил поезд сейчас на два года. Нет. Пришел поезд, тренируешься, регулярно посещаешь тренировки, как в университете. Посещение – это тоже важно. Тенденция. Потом фактор соревнований. Потом фактор инструкторской работы и чего-то в этом роде. Вот и с совокупностью, наверное, вот этих вещей исправления, собственно, хороший прогресс относительно себя, а не относительно Васи. Потому что есть такие Васи, что ты тогда никогда не получишь свой поезд. То есть, грубо говоря, представишь, тренируешься с каким-то рядом с Гордоном Райаном, с такими чуваками, с Ромом Лоборалом. Я никогда не справлюсь с ними. Что за бред? Только если они сильно нажрутся, обожрутся, там, мухоморов, там, я не знаю, с Федотовым, еще что-то произойдет, то это катастрофическое. И то, кстати, не факт. Может быть, они меня просто дерут еще так, что я надолго это запомню творчески. Поэтому сравнивать, допустим, какого-то из спортсменов, допустим, ставить и сравнивать там с какими-то из нашими молодыми ребятами. Вот, например, мне нравится Лосин, да? Он борется. Блин, это такая вот же, это же новое поколение, это крутые ребята. Да, так бессмысленно брать какого-нибудь старикана и спрашивать, ну, если, значит, он не может с ним справиться, наверное, он не тянет на этот поезд. Да нет, вот этот тупик вообще совершенно логический, попытка сравнивать одного с другим. Для этого есть соревнования. Вот там люди выходят и меряются силами, и сравнивают, чья техника, ол-скул, там, новые какие-то штуки. В этой ситуации покажутся, у кого характера больше хватит, у кого там физухи, у кого там стероидов, я не знаю, вот это вот. А в плане роста по поясам человек должен расти над собой. То есть человек должен прогрессировать. Если я не вижу прогресса, чувак как... Ну, а я справляюсь с этими ребятами. Да, ну ты ни хрена не спрогрессировал за последний год, ты не справил ни одну ошибку. Это просто здоровая скотина. Хорошо, ну ты должен что-то поменять. И в этом случае я уже, конечно, с человеком провожу определенную такую рутинговую беседу, я должен его направить правильно. Но в основном люди это все чувствуют, понимают. Если они тренируются, слушают своих инструкторов, они прогрессируют и вырастают естественным образом до следующего ранка. Инструктора только подтверждают этот ранк, увидев, что он подрос. И это не награда. Такой решаешь, думаешь, дай-ка я вот этому человеку, сейчас я его порадую, он такой хороший. Да нет, это ничего не даст. Ну дашь ты белому поясу, фиолетовый пояс, он увидит на первые же соревнования, его там разорвут, мускуты. Это его же деморализует, он начнет себя чувствовать недостойным, я дерьмо там и так далее. Поэтому здесь только по каждому человеку, но если другого, других инструкторов, я не знаю, какие у них критерии, но я как бы веду профайл каждого своего студента. Я вижу, где они добились определенных изменений, улучшений. Знаешь, иногда люди сползают, я не знаю, по какой-то причине. У меня есть случаи, когда приходится работать над тем, что человек прогрессирует, прогрессирует, а потом другой находит для себя, ему нравится какая-то чья-то манера, другого иностранного спортсмена. Он, например, пытается ее копировать, но копирует ее уродливо, и у него начинает ухудшаться то, что у него было хорошо. С этим приходится работать. Вот это вот тяжелый путь вылепливания с человеком, причем это 90% его работы, 10% инструктора, вылепливание из него его же лучшей версии. И вот тогда люди получают пояса. А кто эти люди, вот эти разговоры, а кто вы-то там такие, кто вот сидит и говорит, кто эти люди. Вы там приехали хоть раз там, вообще попробовали побороться. Вот, например, Федотов тут какой-то мудил, а американский некоторое время назад написал, что это типа фейк блэкболт, там типа порву волоскуты, синий поиск, это тэнс плэнет джиу-джитсу. Я сказал, что когда все эти ограничения свалятся, я куплю ему билеты, мы посмотрим, что из этого выйдет. Но, понимаешь, что это дуэльно глупо. Тысячу раз я слышал такие дурацкие оскорбления в ряд целых, ну, целой кучи наших вот ребят, о которых мы знаем разных рангов, из разных академий, там спрашивали, а кто эти люди, а вообще с какой стати, там кто-то критиковал, там, я не знаю, там разных инструкторов, которые дают пояса, почему он дает, а почему он может, а почему он не может. Вы, если есть вопросы, вы просто задайте вопросы этому человеку. Есть вопросы там к Дим Селевахтину, задайте ему, откуда у него там, это там должно в две полосы. Есть вопросы ко мне, задайте мне вопрос, почему я сейчас буду давать чертные пояса. Да, потому что это будут давать я их с разрешения Лусио, это будут люди, которые в федерации бразильского джиу-джитсу, у них будет профессор, да, указано Лусио. Критика бывает, конечно, самая разнообразная, но обоснована она, к сожалению, я читаю тоже все это, я просто не очень выступаю в интернете, не мой стиль, но я вижу, что очень нередко критикующие, делают это просто критика ради критики, ничего они не хотят выяснить, им просто хочется говно накинуть на вентилятор, ну, это нормальная ситуация, просто мне кажется, выбрана не очень хорошая сфера, потому что иной раз можно приехать, проверить, да, и помнятся истории, бывали с разными нашими тоже товарищами, приезжали посреди тренировки люди и доказывали обратно языком жестов, поэтому не очень хороший выбор, можно выбрать какую-то другую сферу, там покидаться как их имя там, ну, здесь тоже, видимо, не могут люди остановиться, поэтому здесь все, мне кажется, те в России, кто вот ребята, я знаю, кто последнее время получал там PSA, я рад за них, я видел, что в Стреле целая там большая группа ребят доросла до самого высокого ранга в БСЖ, я уверен, что все они достойны, и как бы находиться в этом дивизионе, соревноваться в нем и так далее, несколько человек прибавится сегодня здесь, которые уже довольно долго бредут вот по этому пути, аккуратненько там, шлифую свою технику, свои навыки, свой характер в том числе, не знаю, ну, кто-то, если хочет понакидать говна, можно сделать, мне кажется, вам нужно, как медийные ребята, вам нужно сделать какую-то говнокидалку отдельную, чтобы люди туда собирались, делали это от души, чтобы было ничего не запрещено, их не банили, там ни хрена вообще, огонь, а кто накидает говна больше всех и едет бороться с фэгой, Блэкболт там Федотовым под грибами, и тогда я думаю, все, все точки на дыбу там расставлены, ну, встал на 2 сантиметра больше, я прямо ощутил, и это в расслабленном, у меня критерий очень простой по большинству рангов, слухи верны, все, через койку, но у нас для этого есть профессор Федотов, все проходит через него, я даже боюсь думать, стараюсь не видеть, например, мне нравится лосик, я чувствую все больше братством, фонд, потом из фонда покупать, там, оружие, потом подтянули, там, местных наркоторговцев, прижали, ну, и как обычно, значит, наркоз такая, нет, вообще, это же братство, детская группа, детская группа, мы растим уже таких, да, единственное, два грустных человека, на этом празднике жизни, это был следующий вопрос, что это вы грустные, нет, это все монтаж, мы не грустные, субтитры, Продолжение следует...